В этом видео я бы хотел особенно поговорить, особенно в том плане, в историческом плане и по особенностям применения, об аспирине. Аспирин не просто о его свойствах, о том, что он важен, о том, что он используется широко, а сравнить аспирин с растительными аналогами с салицилатами. Вот, как бы пересмотреть, где нужен аспирин действительно, где он помогает, и где нужны салицилаты из растений, которые являются аналогами аспирина. Меня зовут Александр Зимин, я являюсь доктором натуропатии, я представляю Россию во всемирной натуропатической ассоциации, которая как раз объединяет врачей, которые занимаются такими натуральными способами, подходами в лечении заболеваниям, поисках каких-то естественных механизмов для того, чтобы избавиться от заболеваний. Аспирин Итак, в этом видео поговорим о аспирин. Откуда такое название? Исходно было замечено, что кора ивы и таволга, они обладают свойствами снижать температуру и снижать воспаление. И после этого, конечно, появился соблазн выделить действующее вещество, сделать его стабильным и использовать как лекарственный препарат. Вот эти салицилаты, которые изначально находились в растениях, они были выделены, с помощью реакции ацетилирования появилась ацетилсалициловая кислота и был сделан готовый препарат. В чем основная проблема? Прошло время, ацетилсалициловая кислота используется. Действительно, она эффективна в том случае, когда нужно быстро оказать эффект, быстро снизить температуру или уменьшить воспалительные явления. Но постепенно начался такой процесс расширения показаний для использования аспирина. И было подмечено, что он снижает свертываемость крови и следовательно, может использоваться для профилактики инфаритов инсультов. И поэтому оно стало из препарата быстрого действия аспирин, оно стало профилактическим. Но вот здесь хотелось бы разобраться, потому что, как мы знаем, что все синтетические препараты при длительном применении имеют много побочных эффектов. И все-таки, когда мы говорим о профилактике, для профилактики лучше и более физиологичным, более естественным является использование лекарственных трав. И давайте на конкретном примере посмотрим, какие есть побочные эффекты аспирина и какие есть побочные эффекты у трав. Сравним их именно в отношении профилактического применения, длительного. Ведь вот эта дозировка четверть таблетки аспирина в течение всей жизни, понимаете. На всю жизнь выдается. Давайте начнем с осложнений, которые может давать аспирин. А перед этим я проанализирую само слово аспирин. Спиря это таблга. А это процесс ацетилирования. То есть и ин это окончание, которое дается обычным лекарствам. Получается аспиря ин. Аспирин. То есть это название происходит от таблги, от лобазника. Известные и распространенные травы. Она не редкость. Это такой медонос. Итак, я перечислю, какие могут быть побочные эффекты при профилактическом применении аспирина в таких маленьких дозах. Хотя доза как бы уменьшена, но это не значит, что не будет осложнений. Прежде всего это воздействие на слизистую. Дело в том, что слизистая желудка в образовании этой слизи участвуют ферменты. Это циклооксигеназа первого типа и второго типа. Но это такие молекулярные особенности. И ацетилсалициловая кислота, она блокирует ферменты неизмирательно. Конечно, при длительном применении это может привести к появлению эрозии на слизистых, появлению язвенной болезни. Второе осложнение у такого применения аспирина в длительном периоде, это появление аспириновой бронхиальной астмы. То есть, когда меняются вот эти биохимические пути, идет блокировка ферментов и образуется больше лейкотреинов, это такие специальные вещества, и возникает аспириновая астма. Следующее это возможность появления тяжелых кровотечений. Известно из научных исследований, что три человека из тысячи, которые применяют длительный аспирин, они могут погибнуть от кровоизлияния. Следующее осложнение. Следующее осложнение это возникновение тяжелейшей аутоиммунной реакции, которая возникает на клетке кожи, возникает отслоение кожи. Конечно, это редкое осложнение, синдром Лайелла, но оно может появляться при, тем более, регулярном использовании аспирина. Возникает закономерный вопрос, зачем такие жертвы нужны для того, чтобы снизить риск инсультов и инфарктов. Вообще-то есть другие и лекарственные травы, и другие подходы. Я, конечно, не говорю о том, что необходимо менять образ жизни и так далее. Но для профилактики инфарктов и инсультов, ну, понимаете, вот снижать агрегацию, улучшать кровообращение это хорошо. Но с позиции фитотерапевта, надуропата, прежде всего бы я задумался о том, чтобы, ну, как бы это, укреплять сосудистую стенку. Есть специальные сборы и специальные препараты, которые бы, наоборот, улучшали кровообращение, да. И тем самым профилактику инсультов и инфарктов мы делаем не за счет того, что мы улучшаем, снижаем агрегацию формных элементов, а за счет того, что мы укрепляем сосудистую стенку. А есть, ну, известные препараты лекарственные и лекарственные травы. Это все те лекарственные травы, которые способны стабилизировать микроциркуляцию сосудистой стенки самой. Это все те, которые обладают большим количеством фитонутриентов. Такие цветные вещества в растениях, красный, желтый, зеленый, которые измерательно, доказано, научно, это все исследовано, они улучшают саму сосудистую стенку. Поэтому с этих позиций, вот назначение аспирина, я перечислил все осложнения, которые могут быть достаточно грозные. На одной чаше весов, а на второй чаше весов лекарственные травы, которые вообще никак не связаны с уменьшением агрегации, да, я бы сказал. Поэтому в определенной мере это вот такая, ну, понятное дело, что ацетилсалициловая кислота, аспирин, очень популярен. И произошло такое расширение показаний. Но вот его обоснованность я подтвергаю некой критике, и я бы не стал использовать вот при таких показаниях с этой целью аспирин маленьких доз на всю жизнь, тогда, когда я знаю, что есть другие лекарственные травы, другие подходы. Я надеюсь, что видео было интересно. Оставляйте комментарии, а что конкретно вам, может быть, помогает, и что вы используете для того, чтобы, ну, снижать риски, всяких сосудистых осложнений, может быть, у ваших родственников, у ваших родителей. Также делитесь видео, ставьте лайки, это будет для меня определенная обратная связь от вас, которой я буду всегда рад. И в следующих видео я буду рассказывать также о том, как используются лекарственные травы для, в основном, для профилактики таких грозных и неприятных заболеваний.